Мемориальный комплекс «Аллею героев» у Гомель открыли в лепени 2014 года. И с того часу тут проводятся практически все буйные мероприемства патриотичной накераванности. Среди участников сегодняшнего митинга – керавники города и в области, представники прационных коллективов громадских организаций. Самые гоноровые гости – ветераны Великой Айчинной войны и воины-интернационалисты. Старшиня Днепропетровской областной организации Союза офицеров Юрий Тимонин с послевоенных поколений военнослужащих, а леперамогу у Великой Айчинной лишить галлоны падеи 20-х астагодзе. Всегда, как говорят, со слезами на глазах. У меня самородных очень много погибло во время Великой Отечественной войны. Поэтому считаю, что этот праздник – память, добрая память всем павшим, героям и тем, кто еще остался жив, тоже. Дай Бог им здоровья. Полковник Иванов, старший политрук Смирнов, старшиня Михеевский, родовы Аураменко. Они загинули подчас вызволения Гомеля. Зараз их прозвища – на плитах мемориального комплекса. Венки и кветки, которые складают удельники митингу, да и на поваге задействованы подвиг и мирное небо. Вечная память тем, кто загинул, и низкий поклон тем, кто застался живым. Уважение огромное просто. Я всегда, когда вижу, мне хочется всех обнимать, благодарить. И благодарить, и благодарить, и благодарить бесконечно. Я очень люблю День Победы. Цвятошный урожистый сход все лето проходит у областным громадско-культурным центры. 9 мая – День войсковой и прационной славы. Узор стойкости и отваги. Практично у каждой семьи сегодня заходится память об родных, которые принимали удел у Великой Айчинной. Некто пришел с фронта, але не дожил до наших дён. Некто загинул литерально за неколький дён до перемоги. Дядя погиб 9 апреля 1945 года в Прибалтике. Служил в партизанском отразе собору, а потом в 1943 пошел в действующую армию, был в разведке. И там же в разведке у них застрелили. 9 апреля 1945 года года, месяц до конца победы не дожил. Фотографии, письма осталось, 24 года ему было, карандашом писано на бумажке 1941 года. За годы войны 125 уродженцев Гомельской области стали героями Советского Союза. Первыми городами, які у вынеку контр-удару генерала Петровского, Червоная армия хоть и часова, але вызволила от захопников. В 1941 году стали Жлобин и Рогачу. Почас оккупации на территории в области денечили 127 партизанских отрадов, в яких змагалося больше 50 тысяч человек. Миновиты на Гомельщине почалась операция «Багратый юн», выникам якое стало вызволение Беларуси. У гисторию Великой Айчины наш регион описал шмат героичных сторонок, але цена перемоги для его оказалась великой. 1126 вёсок повторили лёс хатыни. С фронту до дому не вернулися 40% мужчин в возрасте от 18 до 35 годов. Сегодня на Гомельщине проживают 1246 ветеранов войны. Людей, які отдали усім урок – патриотизму, адваге и гонору. Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель».